Продолжение следует... 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 Все наши гости, петербургские, чувашские, все обязательно выступят? Обязательно. Ну, мы взяли за основу наш старый добрый дом. И просто хотелось, очень мне бы хотелось, чтобы вы узнали и почитали, послушали то эпистолярное творчество, которое родил Анатолий. Это те записки, это чувство дня, это мгновение, то, что он сопереживал, то, что он видел и то, что он запомнил. Вот, начнем прямо просто по главам нашей встречи. Первая глава, глава естественных сад «Мое детство и отрочество». Толий написал, как уместны и трогательно всплывающие детские воспоминания, треск кузнечиков, тяжелое сжижание пролетающих шмелей, тявканье собак, будто не один, а два человека во мне вспоминают детство. Это удивительно. У одного оно какое-то угловатое, с холстевой сумкой, огромными кирзовыми отцовскими сапогами, с озявшими руками и страхом. А у другого детство купается в солнечных бликах, рослипах, полевых цветах, ароматах черемухи, в голосах друзей и ликах родных. Удивительно. И что же заполнилось маленькому, маленькому мальчику, маленькому ребенку из этих детских воспоминаний? Разрубленная отцом, невидимая пуля в громадном тубе. Детские слезы от баяна, играющего вальс, дунайские волны. А он блакал. Окно детства. Первое окно детства деревенское, через которое Анатолий познавал огромный мир. Амбат с мышами, с чистой водой. Амбат с мышами, с глубями, с зигняками. Колодец журавль с чистой водой и улыбкой девочки, которую он запомнил на всю жизнь. Скрипка. И пастух в родном доме. Мама, конечно, в родном доме, со всеми земными заботами о всей своей живности. И, конечно, банька, которую он полюбил на всю жизнь и ходит постоянно. Окруженные яблони, березы и липами. Все трещинки, даже каждый погнутый гвоздь баньки, Анатолий пишет, это моя частица, это он. Запомнила страшная встреча с ветрем в лесу маленького мальчика, Которого он победил своим криком и ветрем убеждал. Доролом с трозростка, укравших в детские сети. Печальное прощание с коровой, которую вели на убой. Весь мир окружен и пронизан разными красками у маленького ребенка. И кажется ему, что воздух, окружающий цветы, совсем иного цвета, чем другой воздух, которым дышит камень. Удивительно поэтический образ. И он, конечно, является драгоценной частицей своей родной земли. И мы теперь частицу родной земли услышим выступление Татьяны Солидоровой, которая споет чувашскую песню «Чечет Волга». Антон Петрович, вы человек мира, потому что все, что вы творите, оно приносит людям большое счастье. Это правда, потому что когда человек творчески он наполненный, он наполняет весь мир. И эта песня, она еще в вашем исполнении, в вашем исполнении, цена для вас. Песня «Чечет Волга» Я хочу вас поближе к себе, потому что Антон Петрович, человек с большой душой и с огромным талантом. Песня «Чечет Волга» И мне бы еще хотелось сказать, что мы дружим очень мало. Но я считаю вас своим большим другом, потому что я чувствую, что вы очень близки по другу. Я очень люблю бывать в этой чудесной мастерской вашей, потому что там просто фантастическая атмосфера. Вот я желаю вам здоровья долголетия, 70 лет – это только старт интересных событий, побольше вам людей, добрых. И мы сегодня уже договорились с Андреем Петровичем, что он нас всех удочеряет. Мы вся молодежь Чумарского общества, мы ваши дети. Поэтому, что бы ни случилось, Андрей Петрович, вот здесь свидетелей сегодня много. Мы заявляем, я с позволения Дарья, что если вдруг вам нужна будет помощь, или такой этот забой молодежный, вы знаете, куда обращаться. Мы всегда готовы вам помочь, поддержать во всех отношениях. Завтра же надо картины. Обязательно. На этаж, пильки работают. Вот, я об этом хотела сказать. Картины, фуршеты, банкеты, вы всегда готовы. Не стесняйтесь, не звоните. И еще один музыкальный подарок для ваших гостей. Песня называется «Любовь на славу». 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 Любовь тебя достигнет. Теперь пою не я, любовь моя. И эта песня мне в этом обман дается. Любовь достала так, как утром настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, то солнце мне отсынет. Не сможешь ты уйти от этого огня. И спрячешься, и скроешься. Любовь тебя достигнет. И вся планета распахнулась для меня. И вся планета распахнулась для меня. И эта радость, то солнце мне отсынет. И вся планета распахнулась для меня. И вся планета распахнулась для тебя. И вот проснулась песня своей рыбой. Друзья, вторая глава нашей прекрасной книги называется «Вспоминая день уходящий». Родился, Анатолий бы сказала, в деревне Бурман-Косы, в переводе с Чеварского, называется «Лесная». И вот что пережил маленький мальчик. В три года горела изба. Пострадала младшая дочь, сестра, младшая сестра Галочка, умерла от ожога. Другая сестра Галя умерла 13 лет. В пять лет чуть не ампутировали левую ногу. Опал в больницу, но здесь сделал в первой жизни рисунок поздравления с первомаем бабушки, лежащей в соседней палате. Первый – это его деревенские учителя, художник-самоучка Ио Иль Андреевич. Потом поступил в Ариенско-Посадское училище, стал столяром-мебельщиком, цеховым художником-оформителем. Потом – Чебоксарское художественное училище и с 73-го года – Академия художеств. У Анатолия было ощущение нереальности происходящего. Город потряс его воображение. Бесконечные разговоры об ангардистах, песни Высоцкого, об Уджаве, фильмы Тарковского. Но затем была болезнь, но и возвращение к творческой жизни. И он ощущал себя частью этого огромного мира и в то же время почему-то потерянным и одиноким. Много работал. Земной поклон учителям в книге – Зайцеву, Соколову, Худякову, также Моисиненко и Мыльникову. Попал художником-оформителем на Олимпиаду в 80-х. Затем в творческая мастерская Загонака, командировки на Чикотку, Красноярские творческие мастерские живописи под руководством народного художника Анатолия Левитина в Сибирском дальневосточном отделении Академии художеств СССР. Затем Париж. Самая волнительная персональная выставка была на родине – в музее Чебоксаров. Автобусом привезли родных, все деревенцы, были преподаватели, друзья. Министерство культуры Чувашии, Союз художников Чувашии предоставил мастерскую в Доме художников на берегу Волги. И от всей родная земля Чувашия поддерживает своего сына постоянно на всем его творческом и жизненном пути. И сейчас от всей родной Чувашии выступят несколько масланцев. Приглашаем председателя Чувашского культурного общества Санкт-Петербурга, представителя кабинета министров Чувашской республики Санкт-Петербурга и Ленинградской области Живого Владимира Михайловича. Приглашаем Рогозную Дарью Александровну, председателя исполкома Чувашского культурного общества. Приглашаем Леонтьева Юлия Филимоновича, экс-председателя Чувашского культурного общества. Друг, и что хотел сказать, нас не только общественная работа объединяет с вами, в том числе я уверен в этом, наша дружба, если нет таких стольких лет. Чтобы было сегодня кратко, я вот небольшую открытку, прощу с вашего разрешения. Уважаемый Андрей Петрович, от лица Чувашской общественности Санкт-Петербурга я от себя лично поздравляю вас с юбилеем. Благодарю вас за верность в традиции, за ваш светлый ум, мудрость и необычную открытость и доброжелательность. Чувашское культурное общество Санкт-Петербурга гордится и высоко ценит дружбу с вами. Вы активный вдохновитель, участник и организатор наших мероприятий. Желаю вам крепкого здоровья, продолжения активной общественной деятельности и ярких впечатлений. Пусть судьба всегда будет вам благословна и щедра на приятные подарки. Пусть легко сбываются все намеченные планы. С юбилеем Андреем Петровичем. Буквально час тому назад я получил в виде сообщения от нашего еще одного друга, Виталия Чувашского Золотова. Но он очень сильно просил, написал на чувашском языке. Хочу зачитать его слова. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Учитывая Учитывая что такое звание мы решили тебе так сказать сделать генералскими эполетами уня у генерала должен быть кто-то оружие кисть эполетра Вот принимая тебя в ряды восьмидесятников поскольку мы уже так восьмидесятники мы теперь поздравляем достижение вот этого такого юбилея я думаю что мы еще отметим тут твоего семидесятилетний творческий будь здоровья тебе всех благ и и это вот художника за свой художник это значит кошка Станислава спасибо он на свой рабочий день начал сегодня с однако ко мне вообще я хочу сказать этот день я всегда очень ну как сказать и с радостью и с беспокойством потому что начинают звонить моей зимнерапии родные из деревьев с 5 утра не дают мне спать потому что там по радио каждый год говорят что вот сегодня родился такой всякой Толя Рыбкин художник и все начинают мне звонить и вот я позвонил мне скультуру и он просил передать вам всем землякам петербургска петербуржцам и администрации дом национальностей за вот такое вот сотрудничество он вспомнил наши дни культуры Чуварской республики Санкт-Петербург которые прошли в прошлом году в апреле месяце очень хорошо он отзывается обоих всех нас и просил вам привет передать ну вот это фольклорный ансамбль парне это переводится Чуаштоп Санкт-Петербург 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 Продолжение следует... 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 И то, что вы занимаетесь вместе с нами, это огромная творческая работа. И спасибо вам за это. И вот мы награждаем вас за это. А еще я исполняю музейную обязанность. Ну что делать, Константин куда-то девался. Вот, не знаю, вот так получилось. Дело в том, что я тут целым свертом самых разных вариантов, которые должна вам получить. Первый вариант и очень важный. Дело в том, что здесь перед нами вот такой вот вариант. Называется «Неоглассицизм в России». Знаменитая выставка, прошумевшая, но неоглассицизм, классические традиции. Дело в том, что я не просто преподношу вам этот каталог. Я надеюсь, что когда будут продолжаться выставки этой темы, выставки русской классики, русского реализма и так далее, вы будете непременно участником этих выставок. Это вам подходит мешок. Дальше я должна вручить вам вот этот замечательный каталог, который называется «Небо». Дело в том, что вода, земля, небо – это тоже тематические выставки, которыми занимается русский музей. Мы, конечно, приглашаем вас. Глядя на ваши произведения, мы точно совершенно понимаем, что небо в ваших произведениях есть всегда, и оно неповторимо, оно уникально. Держись, пожалуйста. И последний том. Здесь меня уже просто обязали. По знакомству. Один из моих членов клуба любителей искусства русского музея, замечательный Олег Ихнин. В силу определенных обстоятельств этот замечательный, известнейший питерский художник, ну не мог сегодня быть сейчас, сегодня с вами. С вами, уважаемый Владимир Петрович. И поэтому он просил вот последний свой каталог вручить вам для того, чтобы вот хотя бы так объединиться в своей любви и преданности вам. Это все у нас взаимно, и я его люблю, и его обожаю. Ну а как бы. Так же, как у вас. И поймут, что Бога сам в невероятном образе творческих поддержках, да, и позвольте мне и дальше, в дальнейшем, относиться к вам не только к гению, замечательному, но прежде всего, к доброму и удивительному Богу. Вот такое объяснение. Это был Руслан Бахтияров, научный сотрудник в СССР по музее, кандидат искусствоведения и соавтор, во многих уже статьях, Анатолий Дмитриенко. Анатолий Петрович. Это очень проходит для наградных, магистрантов и учащихся в Академии Штифлица, будущих спортсов и вкусповедов. И действительно, вот эти встречи, они в настоящем открыли для меня талант Анатолия Петровича. Не только как замечательного мастера, живописца, мастера графики, но и как удивительно чуткого и доброго человека, который улучшит этому доброму отношению к миру. И, кстати, наше подрастающее поколение, на мой взгляд, очень важно именно сейчас, когда в условиях наступления вот этих всех средств массовой информации и такой фундаментарной картины мира, то, что Анатолия Петровича и сам мир его образов, они воспитывают люди в то гуманное, доброе, нечуткое отношение к миру во всем наговоре его проявлений, что действительно отражается и в его творчестве, и в его замечательных полотнах, но и в том, с каким удивительным душевным участием он включает каждого входящего в его дом. И этот дом действительно становится таким константством удивительного духовного общения и сопричастности молодых людей к тому миру, который действительно создал Анатолий Петрович в своем творчестве. И когда готовилась выставка «Берег Борги» на Неведа вот в 2016 году, я общался с Анатолием Петровичем и готовил статью к столу вместе с другими авторами, с представителями и художниками, представителями нашего Петербургского союза и других региональных союзов, которые находятся в больших городах. Вот Анатолий Петрович рассказал о таком городке, как Малининский пасад, с его девизом «Неодержано жить». И вот это чувство, которое, может быть, помедняет всех представителей Чувашского и Овского народа, и то, о чем еще говорил Постоевский, да, в связи с своей иммунитой речи, назвать памятник Пушкину, вот эта всемирно-отзывчивость русской души, она, может быть, именно в Чувашском народе отразилась так полной и в самой личности Анатолия Петровича, и в его замечательных произведениях, и в том, как он действительно своим удивительным талантом и творческим, и душевным буквально обнимает всех вокруг. Это, на мой взгляд, самое важное качество, которое не просто дополняет наше представление о нем, как о матери-человеке, это, на мой взгляд, чувствовать все, кто побывал у него в мастерской, кто прикоснулся вот к этому удивительному, доброму и теплому миру, и вот эта частица доброты и тепла, она всегда остается в наших сердцах, и мне очень приятно, когда молодые люди, кто посещал за разное время, но если скоро, Толий Петрович, вспоминают его добрым словом, это, на мой взгляд, самое важное, что действительно он приносит в наш мир, и как мастер, как человек, и то, о чем говорил сегодня Анатолий Федорович в своем послании, вот это на протяжении уже многих лет воспитывает действительно в нас, не просто замечательных профессионалов, тех, кто остается после створческой работы, но и воспитывает нас, настоящих людей, которые учатся в этом учет, к нему и не внадушному взгляду на мир. Я вас поздравляю, Толий Петрович, с юбилеем, и желаю вам новых таких ярких душевно-творческих встреч, и большое вам спасибо за большое участие. Центр творческих проектов в Университете промышленной технологии и дизайна Штибинса, художник-монавталиста, академик Российской Академии Художеств, Народный Художник Российской Федерации, член Победительского Совета Центра национальной славы и просто красивый мужчина, Алексей Юрьевич Толщук. У каждого художника есть свой смысл в творчестве. И мне кажется, что смысл творчества Анатолия как раз заключается в том, что он проявляет свою любовь к краю, к своему дому, к своему очагу с необыкновенным, мощным языком изобразительного искусства, очень чувственным, очень образным. И вообще художники мало говорят, но те слова, которые они говорят своим искусством, очень важны. Сегодня немногословный, глубокий художник Анатолий Рыбкин своими произведениями, об этом только что говорил Бахтияров и многие другие, затрагивает настолько мощный, какой-то глубинный потенциал народа, его творчества, что просто диву даешься, насколько в человеке столько любви, столько уважения к своим родителям, к своей любовью, к своими произведениями нас очаровывает. Толя, я тебя поздравляю с юбилеем. Живи долго, твори замечательно. Удачи тебе. Ну, и теперь мы добрались до нашего прекрасного, многострадального союза художников Санкт-Петербурга. И, естественно, приглашается председатель нашего союза, Базанов Андрей Николаевич. Вместе с ним разрешите пригласить от союза художника председателя секции живописи нашего любимого союза Михаила Борисовича Лавренко и Константина Кирилловича Иванова, художника-живописца, действительного члена Метровской академии, лауреанта премии правительства Санкт-Петербурга и золотого медалиста союза художников России. Прошу. АПЛОДИСМЕНТЫ Санкт-Петербурга Естьcer. Мы об этом в памяти у нас осталось. Большое тебе спасибо за твоё творчество. И неспроста твоим хлебом, скажем, для творчества является твоя малая родина, твой чувасский народ и твои посетения, посвященные родному дому, родителям, памяти о своём родном народе. Большое тебе спасибо за творчество. Я не буду зачитывать целиком наш адрес. Маргарита Дмитриевна Изодко постаралась, Председатель секции постаралась все эти слова уместить в этом небольшом адресе, но я надеюсь, мои коллеги тоже скажут несколько слов. Большое тебе спасибо. Спасибо. И я надеюсь, мы бережно храним эту память, и я радуюсь, что сейчас здесь присутствует Татьяна Соколова, дочка Василия Васильевича Соколова, и мы сейчас мысленно все приветствуем тебя с этим замечательным, прежде всего, юбилеем, 70-летием. Но помни, 70 лет – это только начало. Потому что для меня, например, это только начало. Да, твоё искусство, твоя учёба даже в институте, она была уже знаменательна. И чувствую, что в тебе есть что-то такое, что непременно выльется в серьёзное большое искусство. Поэтому к тебе и отношение было всегда со стороны преподавательского состава и со стороны нас, студентов. Мы всегда с большим интересом смотрели на твои учебные работы и как бы видели продолжение. И когда уже в союзе художников в 70-е годы я увидел твои работы в залах и Русскому музею, и в Манеже, и в Союзе художников, всегда это вызывало какое-то внутреннее трепетное чувство. И всегда ждёшь твоё творчество и всегда понимаешь, что это очень серьёзно, и это серьёзно и глубоко. Твоя любовь к родине, твоя любовь к народу, к Чувашскому, да, она уже здесь проявилась очень здорово и очень ярко, здесь в Доме национальности сегодня. И я знаю, что ты как бы неразрывно связан с этим домом и питаешься, и даёшь почву, и вдохновляешь людей на то, чтобы вот такой вечер, как сегодня, состоялся. Замечательный вечер, и я тебя поздравляю с той небольшой, правда, для тебя выставкой здесь в Доме национальности, и я ещё пройду по залу, посмотрю внимательно, хотя я, конечно, многие работы знают. Ты большой подвижник, подвижник и в прямом переносном смысле, потому что ты подвижник искусствия, но ты ещё подвижник и передвижник. Ты же объехал, можно сказать, весь свет. И твои работы, которые ты исполнил во Франции, твои работы, которые ты написал в Индии, которые ты написал далеко на Дальнем Востоке, и эти работы всегда вдохновляют нас и дают повод для нашего дальнейшего творчества. Спасибо тебе, ты большой мастер, человек большой души. Вот, достаточно взглянуть на портрет твоей мамы, вот этот портрет, чтобы сердце забилось, и каждый из нас почувствовал ту любовь к Родине, к началу жизни, что здесь так замечательно выразил, и так пламенно, и горячо, что, конечно, эта работа, я думаю, должна находиться в ближайшее время на выставке в Союзе художников, посвящённой 75-летию снятия блокады, прорыва блокады. Потому что в ней такой мощный подтекст, такая мощная содержательная фактура, что она действительно будет вызывать волнение у зрителей, которые придут на выставку, посвящённую 75-летию прорывом и снятием блокады. Спасибо тебе, дорогой. Спасибо. Спасибо. Я благодарю Константину Кирилловичу, когда, о, Господи, сколько лет назад, 7, где-то с тех времён, он обнаружил меня в огне художника. Я ещё только-только окончивший Академию художниц, так сказать, одной ногой студенческой искамейки, второй ногой меня приняли в Молодёжное объединение, тогда был Тюленев, Виталий Иванович, специальство из художников. И вот Константин Кириллович предложил мне сделать выставку в Белом Зале, где вот секция живописи. И вот с этой выставки я, в общем-то, и стал очень мною любимым, уважаемым членом Союза Ленинградского Союза, мы должны быть самим Кирилловского Союза художников. Я наш Союз очень люблю, желаю всем, даже ну, говорите, это наша одна семья. Спасибо, спасибо, спасибо. Я от лица сердца и живописи, от себя лично, конечно, тоже поздравляю тебя с замечательным юбилеем, желаю всего самого лучшего для дальнейших творческих успехов. Помню, что твои работы мы всегда ждём на всех выставках, которые, в общем, они являются украшением, всегда резят в большом зале и всегда радуют зрителя. Так что ближайшие выставки, 14-го, мы тебя ждём. Поздравляю ещё раз. Всего самого доброго. Спасибо, Миша Николаевич. Миша Николаевич, я помню, Михаил Борисович. Который меня, я же по-китайски не знаю, а он, наконец-то, знает. Меня в Китае водил там, и туда ещё, да, по перегулкам, по всяким нужным местам. Да, просто я уже, ну, так сказать, ты тот друг, который, за которым всегда можно идти куда угодно. Не знаю вообще никакого китайского языка. Спасибо тебе, Миша Николаевич, только там уже человек есть. Спасибо. Там, в соседнем зале, между прочим, у нас в Турбисе. Да, кубочки сейчас намекнём. Так, в заключении, ну, это не заключение, Петербургского блога выступающих на сцене, на сцене, а продолжение последований. В зале. Для торжественной речи с музыкальным сюрпризом приглашается искусствовед, художник, поэт, импровизатор струистой живописи «Живая нить», председатель бюро секции искусствоведения Союза художников, автор многочисленных статей о современном искусстве, действительный член Петровской академии наук и искусств, великий фантазёр и поющий критик Маргарита Нитриевна Писотова. Великолепная вещь нашего общего друга Александра Ефимовского, который был директором Павлярского художественного музея имени Сурикова. Он, помимо того, что был великолепный искусствовед, он был великолепный певец и композитор. И вообще про друзей, которые никогда не умирают, хотя его уже нет с нами, но настоящие друзья, они никогда не умирают, и особенно, если друзья художники, музыканты, они обязательно должны быть с нами. И та вещь, и ещё один, наверное, ты знаешь, Анатолий Третьяков. «Созвездие Анатолиев», у него бесконечное созвездие Анатолиев. Это красноярский поэт, который написал удивительные слова к этой песне, а песня, она называется «Классический русский пейзаж», и она прямую относится к одной части творчества Анатолия, потому что вот моя любимая серия, у неё великолепная Индия, всё там красиво, есть чудесный, но вот моя любимая серия – это «Мужик российский». Вот. Это старая баня, которая развалилась, которую надо, кто-то хочет просто выкинуть и сжечь. Это вот этот монотонный, иногда совершенно невзрачный пейзаж, который вроде бы художнику нечего там делать. Анатолий останавливается, делает из него драгоценность, и лепит из него кусок нашей Родины. И если вот мы каждый кусочек нашей земли сделаем вот такой драгоценностью, мы будем жить в раю. Вот послушайте, пожалуйста, Александр Ефимовский, он написал музыку, Анатолий Третьяков написал слова этого романа. Ну, это роман «Целепизм». Песня «Целепизм» Песня «Целепизм» Песня «Целепизм» Песня «Целепизм» Песня «Целепизм» Песня «Целепизм» Как человек, который живет в своем творчестве на огромном пространстве, мы хотим, Слависей Григорьевной, привести сюда и образ Моцарта. Моцарта, который является символом не только музыкантов, но символом художников, вообще художников. И у тебя много учителей, как у каждого из нас. У тебя много учеников, которые здесь есть и которых здесь нет. Вот мы хотим исполнить ария, которая называется «Примите мою благодарность». Благодарность – это то, что не очень часто звучит в нашей жизни. И вот мы сейчас хотим поблагодарить наших учителей, и твоих в том числе, вот Анатолий Левитин, например. И, наверное, благодарность от лица твоих учеников, и твоих почитателей, и твоих поклонников. Пожалуйста, Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин, Моцар. Слависей Григорьевной, примите мою благодарность Горьков, Анатолий Левитин. Расслабленная тайна, сладкая и туманная боль, Девая ночей, на столе в буке от белой сирени, Зайноватой сумерки в мастерской, один. Привычное одиночество, иногда будто бы просыпаюсь, Отхожу в сторону от себя же. Почему один? Что это? Пришла пора воспоминания о прошлом, Или же время ожидания. Дома жил до 14 лет. После этого 15 лет в общежитиях, Остальное время только в мастерских. Мастерской жить — это работа. Да, ну это подбрать жизнь — работа, и работа — это жизнь. Я читаю только свои стихи, мое сердце откликнусь. Тебе, мой одинокий волк, Блуждающий по белосвету, В фантазиях высоких строк, В непостижимости заветной, Тебе, поэт недленных изб, Снегов горячих рек бездонных, Тебе, летящий пофе лист, Осенним солнцем опаленный, Слагаю гимн, пою псалом, За величавую державу, А вы земли чувашили, И сон цветов неярких запоздалых, За день печали, Средлых дней, За сочность красок увядания, За страсть тоски И поиск при душевных муках ожидания. И пусть нелетная погода Несет неукротимый дух К истокам мирового кода, К таинству не раскрыли вкус Божественного мироздания С живой волнующей землей В твоих холстах Воспоминаниях Над суетливой толпой. Спасибо тебе. Людмила Митройкина. Историк, поэт, Автор многих-многих книг, стихот. Ну, там официально много Перечислить, я запутаюсь. И хороший друг. Замечательный друг. Просто замечательный друг. Спасибо. Хочу вас представить. Ну, у нас была бы там любовь настала, Но у нас певица спела. Мы переходим к четвертой главе. Все в этом мире достойно внимания. Ну, вы все знаете строки Ахматовой. Когда бы вы знали, Из какого ссора Растут стихи, Неведая стыда. Нам не подвластно Управлять вдохновением Неведомой глубины И человеческой души, Которые могут Заволновать Или стихи, Или случайно брошенное Слово неосторожное. Вот то и пишет в книге. Брать свои вершины, Пусть маленькие, но свои. И не забывать, Что над вершинами Есть еще вершины. Игзу переговорил. Прежде чем писать, Нужно жить. И еще прекрасное. Трудно беседовать Со своей совестью. Ох, как правильно. Чей-то внутренний мир, Как кактус с острыми шапами, Чей-то напоминает Пейзаж в пустыне Сахары, Чей-то, Как весенние березовые рощи. Слушаешь иной раз музыку, И остается впечатление, Что все занозы на свете Впились в тебя. Как серебристый туман Обволакивает музыка. И не знаешь, Где ты находишься. Нет для тебя, Не для всех. Нет тебя для всех, И нет никого для тебя. Все прошедшее И сегодняшнее Все окружающее Жалость И уместилось в тебе. Поэтому будет сейчас музыка, Сольное музыкальное выступление, Вокал Калина Золотой. Вокал Калина Золотой. Айтель юргари, Айтель д —�ачкай, Мураана ray 용н дверей, Мурланд Су depends. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Но более того, что Анатолий родился в эти светлые дни, абсолютно, поэтому он такой, наверное, светлый, ясный и чистый человек. И мне показалось, что художник, ну как божество, он умирает в каждой картине и возрождается в новой. И это происходит постоянно, потому что он в своем произведении отдает часть души, свою жизнь, частицу и остается на полотне. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кто хочет танцевать, танцуете из коллега. Кто поет, ой, 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 ой. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok